Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект, запрещающий закупать для госслужащих дорогие автомобили. Причем я так понимаю, что речь в проекте документа шла не только об автомобилях, а в принципе о каких-то дорогостоящих вещах. Предложение в Думу внесли члены фракции ЛДПР, причем разложили ребята все по полкам и даже аргументированно не каждый день такое услышишь на охотном ряду. Какой-нибудь обычный район, поскольку снег стаивает, то обнажаются прекрасно выполненные ремонты ямочные, серые здания, серые люди, серые дома, покосившиеся заборы, голодные собаки. И заезжает туда кортеж. Впереди едет Мерседес, раскрашенный в автомобиль цветов ГАИ. Ну и вот такая вот кавалькада заезжает в этот районный центр. Выходит этот народ, посетивший этот убогий район, и брезгливо, как кот, отряхивая лапки, чтобы в лужах не замочить, подходит и рассказывает народу, что они делают для того, чтобы всем стало жить хорошо. Как вы понимаете, после того, как они уедут, народ в неуважительной форме начинает относиться к этим представителям власти. Законопроект, впрочем, не прошел даже первого чтения. Представители крупнейшей думской фракции не захотели его обсуждать, сказав, шамы, чё, сироты, что ли, эконом-классом пользоваться. А вот дальше, слушайте, прям как бальзам на душу, как парировали-то. Мы, мол, богатые и успешные люди, а поэтому заслужили, не надо тут лодку раскачивать. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага. Чем гордятся у нас за рубежом школа, колледж, институт, даже детский садик? Это людьми, которые сделали сами себя, которые смогли добиться в этой жизни определенных высот, неважно каких, но которые выделились из общей среды. В кадре депутат Александр Максимов, который, оказывается, выделился из общей среды, как и многие его коллеги по партии, и имеет теперь право пользоваться разного рода благами. Господа, ну мы в последнее время много разного бреда от народных избранников слышали, но что бы такое? Человек сидит на шее у народа, получает зарплату, которая и так в 10 раз выше среднестатистической по стране, то есть 42 тысячи, да, по Росстату, а депутат Госдумы порядка 400 имеет, плюс куча социальных льгот у такого депутата медицинское обслуживание. Отдых за счет бюджета, еще ему предоставляется ведомственное жилье в Москве на период избрания, и поверьте, это не квартира в Хрущевке. Служебная машина, личный автомобиль, в то время как избиратели-то впроголодь живут зачастую. 22 миллиона человек сегодня официально находятся за чертой бедности, 5, а теперь уже называется цифра в 7 миллионов россиян безработные. Нам пенсионный возраст увеличили, потому что, прошу отнестись к этому, с пониманием денег-то, как известно, нет, а Максимов, оказывается, что-то там заслужил. Это спецпроект реальной журналистики программы Вести без Дмитрия Киселева. ТОП-7 наиболее абсурдных событий, произошедших в Великой и Могучей за отчетный период. Сегодня говорим о марте 2019. Поехали! Господа, хочу поблагодарить вас за вашу активность, и чтобы порадовать вас, я совместно с создателями игры Викинги провожу конкурс. Викинги разыграли уже 33 смартфона и 12 макбуков. Главный приз – еще два айфона XS и супер-приз – это новый макбук про. Итак, ребят, что нужно сделать, чтобы получить этот самый приз? Да все очень просто. Хотите айфон? Скачайте игру по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть макбук, просто достигните самого высокого уровня до конца месяца. Розыгрыш состоится 5 апреля. Отпусти бороду, наточи топор и достань с полки запылившийся шлем. Пришло время возглавить свирепых викингов. Собери под своими знаменами могучих воинов и отправься с ними в бой. Качайте викингов именно по моим ссылкам и получайте 200 голды, а также бесплатный щит. Ну и ищите меня в игре, может и схлестнемся. Продолжим. Пожалуй, ну прям подгорело у меня от высказывания Максимова. И решил я почитать биографию человека, чтобы понять, а вдруг и правда мужик заслужил. Итак, 72 года. Родился в Челябинской области. 75-й-двухтысячный сотрудник спецслужб, полковник, а потом по коммерческой линии у Сан Саныча как поперло. Зам директора одного крупного предприятия, затем генеральный другого. Ага, вот так, вот из служивых и сразу в топ-менеджеры больше всего улыбнуло. Почти всю жизнь мужчина прожил в Челябинске, однако в Госдуму избрался от Кемеровской области. Тут могу только предположить, почему. Есть у политиков золотое правило, никогда не идти на выборы там, где тебя знают. Ладно, теперь предприятие, на которых человек работал, в начале трудового пути был Челябинский станкостроительный. Последнее упоминание об этом заводе в Рунете, впрочем, датировано 2013 годом. Подозреваю, канул в лету тот завод. Хотя вот и подтверждение моей догадки. Седьмое место нашего парада абсурда. То есть сейчас Станкомаш представляет собой просто разбитые, без отопления, без стекол, обваленные крыши, сданные в металловое оборудование. Да, это огромная территория Станкомаш, но это просто уже мусор строительный. Это на 90% мусор. Там хороших цехов осталось 2-3. Был еще электрометаллургический комбинат скандально известного олигарха Арестова, который вообще непонятно как Арестову достался, из-за которым тянется целый шлейф серых схем, в том числе по уходу от уплаты налогов. А вот там тоже Максимов работал экс-сотрудник спецслужб. Напоминаю, и серые схемы. Нормально, да? И сегодня этот человек не стесняется заявлять, что он выделился из общей среды, потому что большой молодец. Мне, знаете, такие дядьки напоминают нерадивого отца семейства, который лежит дома на диване в труханах, и плевал он на все. На то, что дети недокормлены, а мороженые конфеты только по праздникам видят. На то, что жена крутится на трех работах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Он с пивасом в футбик смотрит, и его должны уважать глава семьи, потому что он так решил. Ну и раз Челябинск уже помянули, там давайте пока и останемся. Вообще какая-то незавидная судьба у данного региона. Из него всю дорогу только деньги выкачивают. Ну, оно, в общем, объяснимо. Во время войны туда же почти всю металлургию страны перебросили. А после развала Союза, представляете, каким лакомым куском оно стало для новориш, кто только карманы там себе не набивает. А люди, хочу люди, кому они нужны. Да и заступиться, по большому счету, за тех челябинцев некому. Первым губернатором региона стал комсомолец Вадим Соловьев. Именно он в начале 90-х провел программу приватизации в области, по которой все самое сладкое у народа отняли. Затем 16 лет южноуральцами руководил Петр Сумин, успевший за это время настолько срастись с олигархатом, что ясен пень человеку вообще не до простых смертных было. Ну, такой смотрящий от олигархов. После пришел мачо Таргаш Юревич. Вы его только что видели. Этот вообще в наглую тащил все, что не приколочено. Он погорел на взятке, сейчас находится в международном розыске и, наконец, управленец Дубровский. Южный Урал возглавил еще один выходец из мира больших денег, который даже до конца срока досидеть не смог, потому что, а, проворовался, и, б, рейтинг чиновника уже в минуса начал уходить. Как поэты говорят, была любовь без радости, разлука будет без печали. Надеюсь, что всем действиям Бориса Александровича Дубровского, правоохранительными органами, в первую очередь, будет дана надлежащая оценка. Я имею в виду, в первую очередь, это известную историю решения Федеральной антимонопольной службы о том, что он антиконкурентные соглашения заключал на огромные многомиллиардные суммы. Поясню, о чем речь. А дело в том, что Борис Дубровский, как и его предшественники, тоже очень любил деньги, а поэтому всего за пару лет губернаторства чиновник умудрился выстроить целую бизнес-империю по освоению государственных тендеров для своей подруги и сына. Строительные тендеры ребята выигрывали, энергетические, инженерные, архитектурные, всем, короче, занимались удивительно разносторонними и талантливыми предпринимателями. Оказались отдельная тема строительства и ремонт дорог в регионе. Сколько в эту прорву бюджетного бабла свалилось? Ну, думаю, еще один Челябинск. Тупо из 100-рублевых купюр можно построить. Дорог, впрочем, больше не стало. А в данный момент слуга народа находится под следствием. Эту историю мы вытащим в эфир в ближайшем выпуске. РЖ, сегодня у южноуральцев новый губернатор и снова воспитанник. ФПГ, мажор Текслер, пока что селфи человек. С людьми делают, ну, поздравляю. Дальше поехали. А вообще, слуги народа наши, ребята, сообразительные. И тут надо отдать им должное всегда. Идут в ногу с эпохой. Одно время они присасывались к бандитам, лоббируя их интересы. И получая за свои услуги взятки от рэкет, от продажи паленой водки, табака и так далее. Затем научились присасываться к трубе, ну, как, создавали какую-нибудь левую фирму, которая затем выступала посредником между заказчиком и исполнителем. В основном на крупных заказах, конечно, это называлось генподрядом. Так, например, построили газопровод Зуарикаут-Схинвау, рука дружбы. Второе его название после войны в Южной Осетии. Основным подрядчиком тогда выступила некая московская ООО «Рога и копыта», точнее, строй-прогресс Альберта Джусуева. Через него из «Газпрома» прогонялись и миллиарды. В реале же все ООО выглядело ты, да я, да мы с тобой как-нибудь поведу эту историю. Потом вот о чем уже выше рассказал. Придумали представители российской власти тендеры на госзаказы осваивать. Ну, а что бюджетные деньги? Кто их считает? Ну, тоже начали ловить. И, наконец, вообще беспроигрышная схема родилась. По ней большинство чинуш сегодня в регионах зарабатывают. Обслуживание городских и коммунальных хозяйств. Денег там крутится не сосчитать. Это от лишней буки хлеба можно отказаться. А без света и тепла куда ж ты денешься? Причем касается это и рядового гражданина, и учреждения какого-нибудь тендеров и госзаказов не предусмотрено. Форма собственности может быть любой. Хоть в губ, хоть и муб, хоть шмуб. То есть чиновник делает бабки уже по закону. К тому же, представляете, какие суммы аккумулируются на счетах, если, скажем, вывозом мусора в миллионном городе занимается только одна организация? А если эту кучу денег? Когда через банк прокрутить промежду делом пятое место? Кстати, вот эта капля в море на данных кадрах запечатлена оба загудоме мелкой чиновницы из Новосибирска, которая, по сути, была просто завхозом при правительстве региона, то есть обслуживала всего лишь государственные учреждения, и то не все, да и занималась-то закупками запчастей, бумаги для принтера, карандаши и ручек. А теперь представьте, сколько сбережений может отыскаться у тех, кто сидит на коммуналке и доит жителей города в том Новосибирске 2 миллиона человек населения на минуточку, а у тех, кто доит жителей целого региона, в общем, тоже ребята выделяются из общей среды, болещут успехами. Сегодня коммуналка превратилась в настолько популярный способ обогащения для региональных чиновников и депутатов, что у этого корыта просто не осталось места, даже мне иногда кажется, что в данной области жалом вводят больше проходимцев, нежели рядом с цельевыми компаниями, и этот мыльный пузырь растет. Вот итог. 11 марта глава федеральной антимонопольной службы Артемьев выступил в эфире НТВ с заявлением, россияне в данный момент переплачивают коммунальщикам как минимум 100%, а где-то и больше. И как с этим бороться в феодальной России 21 века, никто не знает. Слушайте, это ж насколько там друзья-то оборзели, и сколько ж они тащат, что даже государственный фас решил вмешаться. Все эти разговоры, что мы какие-то убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, все это чушь собачья. Тарифы на воду в одном и том же регионе могут отличаться в 54 раза. На тепло в 8, на водоотведение в 56, на электричество в 12. Объективных причин этому быть не может, а в ходе проверок и вовсе выясняется, что за повышенным тарифом стоит сынуля какого-нибудь губернатора. А с другой стороны, что удивительного? Самый простой способ срубить деньжат по-легкому. Как я уже сказал выше, людям деваться некуда, нравится, не нравится, а без благ цивилизации-то как-то не алло. К тому же этот вид бизнеса слишком долго плохо лежал, как-то не обращали на него внимания, пока не поняли, а бабло-то оказывается можно тупо на ровном месте делать. Вот и делают теперь, а мы отстегиваем. Впереди тройка лидеров, и есть еще чем похвастаться. На третьем месте нашего парада абсурда очередная скрепная новость о готовящейся обдираловке. Родом из Госдумы все-таки вынесли. Вынесли в Нижнюю Палату Парламента проект закона о налоге на гаджеты с 2020 года. Мало нас стригут-то ведь, да? Ну это не совсем налог на самом деле, но платеж, тем не менее, станет обязательным. Речь идет о платной регистрации устройств, с помощью которых люди могут выходить в интернет от телефона до компьютера. И дался им этот интернет. Хотя речь не об этом. Сама по себе плата как будто бы символическая 100 рублей за каждое устройство. А вот теперь давайте посчитаем. Телефоны сегодня есть у всех. Даже у детей и пенсионеров. Компьютер, ну точно в каждой семье в каком-то виде присутствует. Про организации не забываем, ребят. А теперь просто возьмите и прикиньте, сколько это фантиков с каждого из нас. Да не по разу, да по соточке. Интересно, а на что все эти деньги планируют затем потратить? Опять по чьим-то карманам рассуют? Не мог обойти стороной эту историю. Уходящий месяц принес печальную новость. Не стало выдающегося советского, затем и российского ученого Жареса Алферова, Нобелевского лауреата. Но сказать простите, хочу сейчас не об этом. Помимо прочего, Жарес Иванович являлся еще и действующим депутатом Государственной Думы. Входил во фракцию КПРФ. И вот остался после него мандат депутатский по существующему законодательству. Этот мандат должен быть передан кому-то из тех людей, что были в списке кандидатов на выборах 16-го года. Но не прошли, потому что кресел партия взяла столько, сколько взяла. Коммунисты решили передать свободный мандат бизнесмену Павлу Грудинину. А дальше начался какой-то цирк. В конце прошлой недели собрались члены ЦИК, придумали в очередной раз какой-то собственный закон о выборах. И сказали, что это не по понятиям. Коммунистическая партия Российской Федерации, участвуя в выборах, получила определенное количество мандатов. Несколько штук. Скажем, 50. И у них всегда должно быть 50 мандатов. Это их мандаты. Алферов умер, значит, по закону партия КПРФ, ни ЦИК, блин, ни Путин, ни Единая Россия, они должны решить, кому уходит этот мандат. Только они и никто другой. Хорошо, давайте тогда от буквы закона танцевать. В 2016-м список КПРФ, в котором был и Грудинин, ЦИК зарегистрировал, разрешив тем самым бизнесмену участвовать в выборах депутатов Госдумы 7-го созыва. Сегодня тот же ЦИК говорит, что Грудинин не имел права участвовать в тех выборах, потому что наличие у него каких-то там счетов за границей нарушает избирательное законодательство РФ. Стоп! Но три-то года назад вы же его допустили и теперь главное. А вот ведь какая интересная штука получается. По сути, на прошлой неделе ЦИК расписалась в том, что выборы в Госдуму в сентябре 16-го прошли с грубейшими нарушениями закона, причем по вине Памфиловского ведомства. То есть выходит, что выборы те были нелегитимными, их результаты нужно отменять и назначать перевыборы. Это не я придумал. Главная избирательная комиссия страны через три с половиной года после дня голосования к этому пришла. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Кстати, и законы, которые приняли вот этим вот составом Думы, не имеют юридической силы. Получается, браво, Элла! И не мудрствуя лукаво, долго распинаться не буду. Надеюсь, сами уже догадались, какая из бредней возглавила в этот раз вершину нашего хит-парада, верно? Закон об оскорблении чувств нифига не делающих или представителей власти, которые приняли, наконец, я балдю, дорогая редакция. Мало того, что эти люди, слуги народа откровенно на свой народ плюют с высокой колокольни, грабят его, унижают. Теперь они еще сделали так, чтобы им за это ничего не было. То есть, дать мерзавцу пощечину в обозримом будущем уже не получится на том простом основании, что он представитель власти. Я уже много раз задавал этот вопрос. А у нас кто для кого существует? Власть для страны или страна для жуликов, окопавшихся в высоких кабинетах, которые они дают, пилят, растаскивают и профукивают? А мы в ответ даже мявкнуть отныне не можем, да и боимся чего там. Зато у нас есть право... Господин президент, помогите нам! Мне интересно, а если бы советские солдаты в 45-м посмотрели на это не только солдаты, в принципе, и те люди, ну или Королев, Чкалов, Гагарин. Вот как будто бы снова тот ящик Пандуры кто-то открыл и опять забыли выпустить из него надежду. А это был спецпроект реальной журналистики «Вести без» Дмитрия Киселева. Сегодня поминали март 2019. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok